Привет, здоровяки! А вот и вторая часть интервью с Ливаном. Немного поменяли в переводе, если вам понравится. Я буду этому очень рад. А пока не начали, обратите внимание слева. У меня есть уже история первая часть этого парня, который ненавидит Мазуренко. И скоро у меня появится полная история, что произошло. Было интересно, и я вам это расскажу. Хорошо, начинаем переводить. Очень много людей на нашем канале говорят, Ливан вас не понимает, он же и толком разговаривать не может. И Майкл отвечает, нет, он знает, о чем мы говорим. Он все прекрасно понимает и разговаривает очень хорошо. Мы с ним общаемся. И первый вопрос. Ливан, у тебя есть жена, Ливан? Нет. Ребекка Майклу. Мы знаем, что ты женат, поэтому ты не отвечаешь на этот вопрос. Майкл, ну ок, тогда ладно тогда. Следующий вопрос. Какая у вас работа, помимо того, что вы армрестлеры? Ливан, я только армрестлер. Ребекка Майклу. Нам нужно переехать в Грузию. Нет ли у тебя свободной комнаты? Майкл, в США армрестлер не настолько популярен, поэтому Ребекка и я работаем в программе по трансформации своего тела и стиля жизни. Тренируют людей, короче. Вы поняли, да? Еще у нас есть онлайн-магазин, фабрика монстров. Загляните туда. Следующий вопрос. Следуешь ли ты в какой-то программе питания и как много калорий в день тебе требуется, чтобы поддержать свой обычный размер, ну как бы вес? Ливан, я принимаю протеин, креатин фирмы Animal Pack. Так, походу Ливан не совсем понял вопрос, подумал, что речь о спортпете. Ну, вы поняли, да? Майкл отвечает, а что ты ешь? Ливан, я не следую никакой программе питания, как бы, как бодибилдеры. Ем все, что нравится. Майкл дополняет. Этому парню нужен Макдональдс как спонсор. Ливан, Макдональдс позовите мне. Майкл, я такой, что люблю поесть раньше, бывало, и даже весил 150 кг, но я чувствовал себя не очень хорошо. В то время я поел, просто ел все подряд. Я показываю лучшие результаты, когда я следую высокопротеиновой диете и урезаю жиры. Тогда я становлюсь стройнее. И потом я продолжаю есть то же количество белка и жиров, ну, и так далее, чтобы поддерживать эту форму. Ливан, когда я хочу набрать вес, мне приходится есть больше. Если я не тренируюсь и ем меньше, то я очень быстро теряю вес. Майкл, это тяжело для него удерживать такой вес. Ему приходится очень много есть. Следующий вопрос. Вы оба больше, чем среднестатический мужчина. Насколько вы обеспокоены своим здоровьем? Майкл, в том весе, что я сейчас, это где-то 121 кг чистого, но чистого утреннего веса. Я в хорошей физической форме. Ребекка, и тебе 47 лет, а Ливану 32, понимаешь? Майкл, учитывая мой возраст и телосложение, я идеально здоров сейчас. Когда я был на несколько лет моложе, но моя форма была хуже, и я был очень обеспокоен своим здоровьем. Майкл и Ливану. Ливан, вот тебе 32 года, ты весишь 170 кг. Задумываешься ли ты о своем здоровье? Ливан, когда мой вес доходил до 190 кг, я чувствовал себя нехорошо. Но если я не превышаю 175 кг, я чувствую себя нормально. 165 кг для меня оптимальный вес. Очень хорошо себя чувствую. Майкл, это замечательно, когда ты можешь иметь такой вес и при этом себя хорошо чувствовать. Это очень хорошо. Вопрос следующий. Любимая еда ваша? Майкл, конечно же пицца. Ливан, грузинская еда и стейк. Следующий вопрос. Любимый спорт помимо армрестлинга? Майкл, UFC. Ливан, футбол. Следующий вопрос. Какую мышцу больше всего любишь тренировать? Ливан, бицепс. Майкл, наверное плечи. Но это я с шуткой и поэтому я люблю тренировать руки. Вопрос. Любимое место для путешествий? Майкл, наверное Италия. Ливан, Малайзия. Там проходил первый этап топ-8. Следующий вопрос. Любимое хобби? Что ты любишь делать помимо армрестлинга? Майкл. Зэк. Майкл. Ливан. Оу, е. Согласен. Следующий вопрос. Кого бы ты набрал себе в команду для перетягивания каната из пяти армрестлеров? Прошлого или действующих спортсменов? Майкл. Ливан. Клиф Дин. Заур. Цхададзе. Андрей Пушкарь. И Денис Цыпленков. Ливан. Джон Брезенк. Ливан не понял вопроса. Не знал, что это для перетягивания каната. Поэтому после того, как ему пояснили, он начал перечислять уже правильно. Заур. Клиф Дин. Лупкес. Денис. И Алан Караев. Блин, красавчик, да? Правильно набрал. Интересно, кто бы выиграл? Вот кто бы выиграл, если бы они набрали вот такое? Напишите в комментариях. Так, Ливан спрашивает. Ты знаешь Алана Караева? Майкл. О, черт. Я забыл про него. Он весил более 200 килограмм. Ливан. После армрестлинга он перешел в сумо. Чтоб понимал он. Ребекка. Ни один из вас не назвал себя в своей команде. Вы собираетесь быть тренерами или как? Майкл. Мы просто выбирали лучшую команду, чтобы победить. Ребята, оказывается, будет третья часть. Это не все. Если вам понравилось такой перевод, лучше, чем в первой части, вы мне сообщите. Поставьте лайк, комментарий. Я буду знать. Ребята, задержитесь еще немного. Юля, откуда ты коррестила? Я вам еще покажу. Вот Кристина в синей майке. Вот. Еще есть лучшая ученица, участница чемпионата мира. Вот Кристина тоже участница. Поэтому, ну, у меня целая команда. Мы в Белоруссии дважды занимали первые места по двум возрастам. До 18 лет и до 21 года. Вот. Командно мы первые двоекратные. Вот. А также вот на чемпионате мира игропы выступали. Вот. И вот это мой домашний спортзал. И ты сделал его себе, потому что был, как бы, пришлось уйти с работы. Работал тренером. Вот. И сделал, чтобы парни и девчонки тренировались. И вот у нас простоит сейчас соревнования будет 13-го числа. И собираем, где только можем, на взносы, на проезд. Ну, там, в принципе, много не надо. Вот, чтобы вы понимали, там у нас взнос 5 долларов, проезд где-то 3 доллара. Команда 12 человек. И вот здесь у местных не можем собрать, потому что они против. Понятно, почему это все политика, что у нас в Беларуси было, вы знаете. Вот. И если кому не сложно, не для себя, клянусь, прошу, а для своей команды, чтобы мы продолжали, мы хотим уступать и занимать места. Вот. Если коронисты откроют, хотим на мир, съездить на Европу, свозить там девчонок, парни у меня есть крепкие. Если что, можете на ТикТоке подписаться в описании. И в Инстаграме я постоянно выкладываю с каждой тренировки в нашем видео. Можете следить за прогрессом, если кому интересно. Вот. Если кому не сложно, хоть там, я не знаю, немного совершенно, сбросьте. Вот донат будет в описании. А может, кто знает, под какую-нибудь фирму или компанию, можно вот команду победителей, я не знаю. Ну, каким-нибудь образом, может, кто, каким советом подскажет, напишите. Твиттер, я зал продал и все там сделал, как мог. ВВВ в квартире. Все, всем спасибо. До свидания, до новых встреч.